Мне надо вам признаться, с тех пор, как я сняла видео про мелую глину, меня не переставала преследовать огромная меловая гора. И в какой-то момент я подумала, что вдруг эта гора это просто вершина айсберга. И за верхушкой вот этого мелой глины внизу скрывается огромная индустрия теневых товаров. Очень страшно. Это как пол из лавы. Я тут подумала, что пора бы наведаться на вашу эту грядочку под названием Дикие Ягодки. Я даже подготовилась, смотрите, чтобы быть самой дикой ягодкой на вашем диком западе. Надо только надеть мою кепочку шерифа. Все, вы под моим присмотром. На Диких Ягодках давно никто не наводил порядки, поэтому сегодня мы ими займемся. К тому же, когда я начала проводить свое расследование, оказалось, что найти все эти товары не так уж и сложно. Первый товар. Gold Slam Plus. Сыворотка для тела под мезорол... Мезорол... Я знаю только мезороллер, а что такое мезороллер, это что-то... Я думаю, что за мерзороллер? Что-то верзкое? А я, понимаешь, автоматически прочитала, так как это должно быть. Посложнее. Если что, это инъекционный жиросжигатель. В общем, производитель нам обещает, что за три ампулки мы станем вот такой вот худышкой, скажем так. У меня только один вопрос. А как колоть? А я если закажу, у меня в комплекте придут знания, как правильно этим пользоваться. Надеюсь, что производитель об этом позаботился. Ладно, разберемся. Очень сомневаюсь. Чеки в этой жизни все-таки существуют. Обязательно буду еще ставить и всем подружкам посоветовала. Это бомба. Бомба замедленного действия. Честно говоря, мне так страшно за всех этих бесконечных подружек. Один покололся и вроде бы попало. А вот другой поколится. А вдруг не попадет. Звучит стрёмно. Вдруг попадет не по тому месту. И что потом делать? Не посоветуй же потом. Жир как откачали. И без физических нагрузок в столь короткие сроки. И без консультации врача и сертификатов. И вообще... Да, да, действительно. Это же магия. Все так работает. Физические нагрузки нашему организму не нужны. Жир уйдет сам по себе. Вопрос в том, что какого хрена инъекционный препарат делает на Вайлбис? Ну, кстати, да. Это вот очень большой вопрос. Какого черта? Ты же в обувной не приходишь за уколами в сустав? А так можно? Ну, вроде бы же это к ногам относится. Ну, а там же вроде товары всякие продают. А этот липолитик инъекционный, это тоже товар. То логично. То есть, по такой логике, в принципе, генеалкологи продают дилда, да? По такой логике, на Вайлбис можно и проституток заказать. Физическая нагрузка, это понятие очень субъективное. Мне один раз надо было колоть свои крыски. Ей назначили это антибиотики. Боже, я никому это не пожелаю. Так страшно кому-то колоть. Мне себе колоть страшно. И Настя такая прям флешбеки. Потому что, чтобы вы знали, Настя у нас и человечьий, и кошачий доктор. Я держу, она колет. Враньё, я только фельдшер человечьий. Ну, я в том смысле в нашей семье. Получаешься. Ну, по факту я получаюсь медсестра. Ну, в общем, да. Мне-то страшно, когда я держу котиков. А Настя ещё страшнее. Я тебе так скажу. Найту меньше возмущается, нежели это делал Рома. Это ещё вопрос, с кем легче. Да. Но Найтушку всё равно жальче. Потому что, ну, он же котик. Четыре килограмма. А прикинь крысушку. Она ещё меньше. Да. Это вообще жесть. Да, кому-то и в три раза страшнее колоть. Страшно. Так что физические силы, чтобы колоть, это как бы тоже надо очень много иметь. Флакон без нареканий. Срок хороший. Но за продажу такого, наверное, лет пять дадут. Дай бог. Уколы поставила сразу. Добавила два миллилитра лидокаина. Боли не было, даже приятно. Ну, хорошо, что хоть весело вам. Ты понимаешь, я даже не задался вопросом, можно ли это сочетать в одном шприце с лидокаином? Ты понимаешь? Да. Шприц увлекательный. Ну, это самое главное. А результаты это уже второстепенные. Заказываю второй раз. Первой процедурой убрала бока. Сейчас живот и бёдра проставлю. Вот так вот, ребята, с детства начинается. В детстве нас пугают маленьким серым волчонком. А потом мы вырастаем. И нас начинают пугать сереньким жиросжигателем с маркетплейса. Советую ставить напрямую. Изучайте состав, чтобы не задавать элементарных вопросов. Рекомендуем всем. Изучайте состав. Это как бы закончить курс фармацевтики. Ага, я такой думал, это что, фармацевт, химик? Ага. Что тебе помогло изучение состава? Нет, ну как бы ты что-то можешь узнать, но всё же. Или там фармакология в каком-нибудь универе. И чтобы потом вот с чистой совестью можно было экспериментировать над своим телом, да? Спасибо за совет. Запомним. Товар однозначно качественный и без нареканий. Упакован хорошо. Брала по рекомендации подруги. Она мне вколола в зону. Господи, понимаете, насколько общество запудрило нам мозги, что люди должны быть обязательно худенькими, стройненькими, стройненькими. И прям там фигура и песочные часы, что всякую непроверенную хероту в себя колят люди, ёбаный, в рот. Ну да. Я сейчас уже говорю не относительно женщин. Я говорю в принципе о том, как общество ко всему этому относится. Какого хрена вообще? Почему? Это не имеет отношения. Вот это вот отношение к здоровью не имеет. Ну как бы да. Я знаю, что люди любят кукарекать на людей пухленьких. Или хотя бы по их представлениям пухленьких. Потому что как же? О, как же? Это же здоровье. Но извините меня. Если у человека с весом, вес в пределах нормы медицинской, если он не имеет хронических заболеваний, то вас не должно ебать, как он выглядит. Пухленько для вас или, сука, не пухленько? Ну как бы да. Или политики колоть в себя или в своего соседа. Это не выход. Я представляю, такой этот ходит с ружьем для транквилизаторов, с заряженными этими липолитиками. И целится во всех, кто считает, по его мнению, что он пухленький. Ты представляешь, два... Открыл охоту на жир. Да, представляешь, два злодея для Бэтмена. Один, короче, ходит в ротики с липолитиками колется. А другой, короче, подсасывает липосакцию и делает. И, короче, два брата, которые пошли разными путями. А вы знаете, я очень люблю троукрайм. И вот преступления с любовным треугольником, они примерно так же и начинаются. Пресс качаю три раза в неделю и толку нет. Заодно... Потому что... Надо все тело прорабатывать. Ладно, неважно. Тут бесполезно. Но имейте в виду, если вы будете просто качать три раза в неделю пресс, то есть в понедельник проснулись встали и легли и встали один раз. В среду встали, легли один раз. И в пятницу встали и легли один раз. Это получается три раза в неделю. Правильно же я посчитал? Три раза в неделю. Это вам не поможет. Но даже если вы будете делать это по 200 раз, три раза в неделю, Вам поможет немного, но нет, не настолько сильно, как вы рассчитываете. Да, знаешь, для чего помогает качание пресса? Для того, чтобы убить свою поясницу. Да. Вот, а хорошая подтянутая зона живота добивается другими упражнениями, а еще и правильным питанием, которое соответствует твоему состоянию организма. Нет, там-то пресс в этом всем участвует, ну, типа упражнения на пресс, но не такие, как нам говорят в школе делать, и ни одного вида, и ни одного варианта. Более того, многие из них даже делаются стоя. Да, втягивания, например, или стоя раком. Ну, это для совсем уже, когда, типа, тебе надо сложность поднять. Мне не ушел обвисший живот, и отката нет. Такого результата просто так не добиться, и можно смело брать. Фото приложу позже. Что ж, фото никто не выложил. Походу, моя теория про любовный треугольник могла оказаться правдой. Ну, как вы могли догадаться, это не единственный товар из данной категории. Можно также заказать себе липолитик. Еще один жиросжигатель. Ага. И тут у нас уже целый альбом. Ну, по сути, то тоже был, по идее, то же самое. Угу. Каждую фоточку брать и составлять огромный список доказательств. Дикое жжение привидений. И кажется, что провалы в местах видения. Я просто про это уже немножко знаю, потому что я у Кати конусовая смотрела. Я там уже охеревала. Лени! Господи, мозги где у людей? Зачем вы колите то, что вам не прописал врач? Я, пожалуй, буду жирной. Хотите похудеть? Идите в зал к тренеру, к диетологу. К неврологу. К эндокринологу. По врачам пройдитесь. Проверьте свой организм. Ну, конечно, понятное дело, все хотят быстро вот так вот оп! И такие стройняшки красивые. Сидиатру-то надо, или к психотерапевту. Ну, просто нет. Смысл в том, что люди всегда хотят похудеть быстро и мгновенно. Это я и по себе знаю. Но, блин, подумайте чуть-чуть. Мозгой! Сомнительный препарат. Да там ступор мозговины, там думать нечем. Вообще, дорогая, я себе задаю тот же самый вопрос. По темой эффекту. Ну, хотя бы задумалась. Правда, она уже это заказала и уже это заколола. Пипец. Ёбаный в рот. Ты посмотри, мужики такой хуйнё не маются. Они бабы. Я пыталась избежать вот этих гендерных акцентов, но... Факт остаётся фактом. Ну, пока да. Пока не было мужиков. Жировые ловушки сработали. При уколах есть жжение. Терпимо. По лицу долго сохраняется отёк. Она ещё и в лицо себе это колола, дура! Ёб твою мать. Я знаю, что липолитики там... Брыльки в двойной подбородок колят, там щёки убирают. Но это делает косметолог. Наверное. Это делает... Это не косметолог, кстати, делает. Если вам это будет делать косметолог, он должен сажать в тюрьму. Это должен делать врач. А, ну именно врач. Ну ладно, я не прав. Да, врач. Человек, который именно врач. Дерматолог. Пластический хирург. Специализация косметологии. Как бы... Это даже должен делать не косметолог, а эстетист. У которого в лучшем случае образование среднее медицинское. Нет. Я фельдшер, я не имею права никакие уколы в лицо делать. Я хотел сказать врач-косметолог, но, по-моему, такого нету. Или есть? Есть, но это обычно дерматовенеролог или пластический хирург. Короче, врач, не косметолог, врач. Не медсестра, не фельдшер, не косметолог-эстетист. Просто жесть. На лицо колят. Они сейчас, понимаешь, они просто эти... Сейчас косметологи-эстетисты, это те, кто имеет право только масочки какие-нибудь ставить и... И прыщик подавить и массажик лица сделать. Они сейчас губы колят. Понимаешь? Они там филеры колят. Это пиздец. Сильный результат по лицу. О, боже! Там такие фотки страшные были. На руках и на ногах, а тут в лицо. Жировые ловушки. Что такое жировые ловушки? И у вас капканы по всему телу. И типа ты колешь. Жир, он как бы испугался того, что вы вводите в ваше тело. И он убегает. Убегает на другую часть тела, только чтобы его это не коснулось. А там бац! И все. И как бы жировая ловушка сработала. И он как отрезала. Помогло. Убирало им животик в сентябре. Но очень больно. И когда перестаешь пользоваться, все возвращается на круги своя. В течение трех месяцев. Подождите. То есть, да, обманывают. Ты колешь. И жир, он все еще там. Он его сжимает. Вот он как в губку колет. Но губка, она потом уменьшается. И проходит время. Все. Она разрастается. Весь препарат вытекает. Дай бог вытекает. Боже. Любители. Когда вы уже научитесь правильно использовать? Блин, я очень рада, что ты спросила. Вот сейчас всех подружек обколю. И для себя раз в пять препарат закажу. Раз в пять обколюсь. И в какой-то момент до меня точно, я думаю, дойдет. Мурашки по телу побежали. У одной красной шишки нет синяков. И ей странно. Покупайте, когда точно знаете, что с ним делать. И как применять. При применении должно быть жжение, покраснение и небольшой отек в течение недели. Дальше результат долгожданный. А еще обязательно должна отвалиться жопа. И должна занеметь рука так сильно от вашего видения, что начнет она работать дня через три. Капец, просто, господи. Реально, я не понимаю, почему Вайлдберрис такое продает? Разве по закону не запрещено? Запрещено, контроля нет у них никакого. Они только знают, что за неприсланный, за испорченный товар, как сдирать с владельцев пунктов выдачи. У них же есть пункты выдачи, которые открывает сам Вайлдберрис, а есть, короче, пункты выдачи, которые в сотрудничестве с ИПшниками работают. Ну вот, ИПшники взбунтовались, кстати. Начали обсирать Вайлдберрис, воевать точнее с ним. Ну да, и бастовать начали. Ну правильно. Полиция. Ой, девчонки, зачем вы колите, если не умеете? Даже не знаю, как надо умудриться, чтобы синяки большие были. Попросить того, кто умеет, или посмотреть кучу роликов, прежде чем ставить. Да, я тоже слышала, вот, например, если ты хочешь там самолетом научиться управлять, ну просто берешь Ютуб, открываешь ролики и смотришь. Ну че, все уже есть в интернете. Че там учиться? Это ж почти как монтаж видео и работа в фотошопе. От этого не зависит ничья жизнь. Ага. ...вообще. Уколы в живот я делала себе сама. До этого не имею опыта в этом, но научилась быстро. Лучше сразу нарисовать точки на нужной зоне и туда колоть. В сантиметры друг от друга и в две-три линии. Уже раз ниточку предлагают чертить, где будет лежать у нас тело. Простите. Лучше вперед побрыжгать ледокаином. И через 10 минут приступать к процедуре. Лучше начинать с зоны вокруг пупка. Рассчитывать на 20 уколов за процедуру. Или это статья УК, не знаю. Рассчитывать на 20 уколов за процедуру. Это по 0,5. И потом же в других местах, в другие разы. Живот становится мягким. Нужно пить много воды, хорошо крутить халахуп. Стоять в планке, делать массаж живота. Меньше жрать. Наверное, этим предложением и стоило ограничиваться. В своих советах. Предыдущий препарат... А он кто-то в ужасе. Преизводитель как бы не очень советовал колоть в лицо. Как бы многих это не оставило. Тем временем, когда весь мир обсуждает то, что там кардашьянки себе ставили, как этот препарат от диабета, который действительно прописывают от ожирения. А там этот... Я забыла, как он там называется. И Илон Маск подтвердил, что он похожим препаратом... Ну, от похожего препарата похудел. И все в ужасе. На Вайлдберрис продают липолитики! Класс! Причем Илон Маск и кардашьян по назначению врача, вероятнее всего, использовали. Дело в том, что Илон Маск-то он признал, что он в Вегове себе ставил. А вот... Сколько я помню, это оно было. А вот свечку-то, блядь, никто не держал. Это в ТикТоке придумали насчет кардашьянок. А. Ну, судя по видосам, там Ким и Хлоя тоже, они там в зале просто торчали, как проклятые. И ничего не жрали, чтобы похудеть так. Ладно, зато у производителя есть специальный препарат для лица. Это что за издевательство? Пришло меньше половины пузырька. Деньги на ветер. Я расстроена. Уже просто... Ну, вообще такое бывает, что в пузырьке на дне, там нужно смотреть о количестве, ну, количестве миллилитров. Ну, да. Ну, нет, ты понимаешь, у них мозг такой, типа, раз большой пузырек, значит, полный должен быть. Да, со мной ругались. Да, я знаю. Сотрясти начинает. Уже в глазах потемнело. Половина пузырька. Где полный пузырек? Добрый день. Прежде чем писать, внимательно ознакомьтесь с заявленным милитражом. Флакон 10 миллилитров, самого состава 5 миллилитров. Соответственно, половина флакона. Ну, так и пришло меньше половины флакона. Теперь-то хоть можно написать негативный отзыв? Всем привет. Отлично помогло изжимать от надоевшего подбородка. Результат 100%. Могу советовать. А как потом лицо под... За что так с подбородком? Не, не, не убегай. Ну, я понимаю, что умела. Подпирать, если ты там за компьютером сидишь или что-то делаешь. Пока одни люди хотят на теле от чего-то избавиться, другие хотят... Козишь, что себе туда добавить? Монофазный дермальный филлер. Нейромис. Дип. Мне еще нравится... Серьезно, филлеры продаются? Мне еще нравятся эти все такие картиночки красивые, блестященькие. Такие же, как и какие бывают на всяких этих кастомных составчиков. Составчиков с мыльцем, свечками и вот этим всем, понимаешь? Ну, какие заботливые, вы посмотрите, да? Вот косметологу мне направляют, зато хоть с лидокаином сразу в составе, чтобы не так уж больно было колоть, да? И даже иглы в состав положили, вы пон... Игрица. Помирать, зато без боли! Понимаете, ну вот все для людей, все для обычных людей. Не пускали бы вы только этот препарат в продажу, ну вот цены бы вам не было. Сама делаю себе чуть-чуть верхнюю губу. Нижнюю немного тоже подколола для симметрии. Получилось классно и естественно. Спасибо! Я не могу. Ну точно! Господи. Она похожа на тех двух братьев вот этих. Братья Богдановых? Под Кенов, которые, да, гасили. Естественно, ведь не надо было же прибегать к врачам и косметологам разным, да? У них там столько химии в образовании, что из-за нее не получается получить вот этот настоящий естественный природный эффект. Я прекрасно понимаю это чувство, когда вот, знаете, появилось желание творить и хочется что-то делать своими руками. У меня как бы именно поэтому каждые две недели новый цвет волос. Самое главное, чтобы мы себя не покалечили. Волосы-то отрастут, это бог с ними. А губы новые. Не отрастись. Уже вколола. Для самоучки вроде бы неплохо. Но первая фотка еще ничего. А со второй, ну честно говоря, я бы немножко поработала. Препарат за такую цену 10 и 10. Не ожидала, что все будет так круто. Боялась последствий. Но слава богу, все обошлось. В принципе, даже без синяков. Буду заказывать еще. Она так и шла на эту процедуру. Молилась, ставила свечку. Просила бога о хорошем исходе. И в таком страхе она все равно пошла это делать. Бог все-таки есть, но больше так не делайте, пожалуйста. В какой-то момент мне показалось, что... Я ногти сама себе перестала делать. Потому что я понимала, что это может привести к нехорошим последствиям. Ну, типа гель, где гелевые ногти делать. Ну, блин, они не колят себя без образования. И я бы не стала себя колоть. И кого-либо другого в лицо ничего не стала колоть. Они, суки, колят. Вы ебанутые. Бог все-таки есть, но больше так не делайте, пожалуйста. В какой-то момент мне показалось, что я начинаю сходить с ума. И может быть этот продукт реально предназначен для косметологов с Файлберис. Но ответы продавца говорят об обратном. Здесь скажите, пожалуйста, чем отличается волюм от ДИП? Здравствуйте, плотностью и зонами применения. Здравствуйте, два месяца назад делала губы, но хочу добавить. Препарат был другой. Можно колоть разные препараты? Это невредно смешивать. Здравствуйте, монофазные филеры можно смешивать. А волюм для губ идет? Здравствуйте. Если хочется более плотные, то да. Здравствуйте, подходит данный препарат для заполнения неглубокой межбровной морщинки? Да, конечно. Что-то какие-то совсем базовые вопросы у косметологов. Будто они даже не особо понимают, как этим препаратом пользоваться. Можно еще добавить какой-то финал, что этих продуктов наконец-то убрали с полок Вайлберис, потому что они вызвали огромный ажиотаж во всем интернете. Но продавец продолжает намекать, что возможно он поступит обратно в продажу. Мой интерес уже было не остановить. И я продолжила листать другие товары этого продавца. А вот тут были матовые помады, воздушные шарики и мезонити. Если кто не знает, мезонити это такие пискчайки. Сейчас объясню, что. Специальные ниточки, очень острые ниточки, которые подтягивают лицо. Вот кто в домашних условиях себе огромную конюлю запихнет в голову? Ну вот понимаете, люди, они же не просто так начинают под кожу себе вставлять нитки. А почему продавец намекает на то, что это можно сделать? Здравствуйте, не вижу конца нити в тупом конце конюля. Свободный конец торчит рядом с фиксатором. Какие-то особенности при постановке надо учесть, чтобы нить осталась в ткани. Добрый день, нить не должна виднеться в конюля. Конюля выступает в виде проводника в данном случае, чтобы доставить нить в необходимую зону. После видения конюля в необходимую зону, снимите фиксатор и протолкните нить вверх по конюле. Тем самым, наконец, нити выйдет из конюляции и зафиксируется в ткани. Ну вот у вас когда же... Блядь, я просто слушаю, у меня глаза бывают, нахер. Страшно. Живот болит, и вот аппендикс пора вырезать. Вы же тоже идете на Валберес и покупаете себе набор. Вырежи себе аппендикс дома, без врачей и хирургов, и медицины. Звучит очень логично. А тут что это? Вы не можете себе сами вырезать аппендикс? Я думаю, вы можете догадаться, какие были отзывы на данный продукт. Нити получила, спасибо. Одну уже сегодня поставила, подняла бровь и результат добавлю позже. Господи, мозгов вообще у людей нету. Вообще нету мозгов. Ну, знаешь, я иногда думаю, почему меня принимают за кого-то более молодого. И я понимаю, что, скорее всего, это потому, что все девушки моего возраста себе что-то делают с лицом. И выглядят неестественно. И типа, если, ну, если даже не брать во внимание всякие татуажные брови и эти, и прочие наручные ресницы, многие из них подкалывают себе губы. И, как бы, подходит им это, не подходит, неважно. Вы шо там распереживались, модеры? Вы шо правила забыли? Чел спамит одной и той же хернёй? Три мута. Если он не успокаивается на протяжении трёх мутов, улетает в бан. Шо вы меня вот это спрашиваете? Вы ж взрослые, вы ж знаете. А, судя по всему, его уже успокоили. Я себе не могу ставить уколы, но мне иногда врачи прописывали, знаете, в мышцу себе проколоть там какой-то витамин. Хорошо, ладно. Тебе ещё что-то можно колоть по назначению врача. Но нити! Пожалуйста, мы же не хотим стать Франкенштейном. Или вот этой девочкой из Кошмар перед Рождеством. А как иглу вытаскивать? Ребят, чтобы вы понимали, эта нитка, она как рыбий позвоночник. Там вот прям как будто торчат вот такие вот косточки, чтобы они держат... А, то есть она вставляется и таким образом под кожей фиксируется? Натягивается, фиксируется. А нахуя? Да вот так вот ебало себя натянуть. А зачем? Лиси, киси, писи взгляд, ты что? Брови, чтобы вот такие вот были. Чтобы глаза были вот такие вот. Я не буду полностью это показывать, а то подумаю, что я пародирую азиатов. Нет. Это в смысле, типа, ебало себе вот так поднимает. Это шуба, шуба как у Беллы ходит. Пиздец. Жаль из-за ткани внутри, внутри ткани, внутри кожи. И многие врачи сами по себе не очень любят мезотерапию. И многие не советуют делать мезотерапию. А тут дома... О боже, ой-ой-ой. Нити очень хорошие. Продавец ответил на все вопросы. Даже проконсультировал, куда лучше поставить. А продавец врач, по-твоему, Женщина? А, блин, точно, я забываю. Они же спрашивают у... Они же не идут к врачу. Они же приходят к этому. К тебе? И такая... Ну, дочка, ну подскажи, вот что мне пропить от того, что у меня жопа вывалилась? Я забыл фармацевт название. Поэтому сказал тебе. Опять напоминаю историю о том, как моя, так сказать, бывшая коллега, будучи косметологом-эстетистом, гиалуронидазу уколола вместо филера своей, так сказать, клиентки. У нее сгнила часть щеки, насколько я помню. Потому что гиалуронидаза, она естественную гиалуроновую кислоту нашей кожи растворяет. Вообще, она предназначена как раз-таки для этого, но для других случаев. Ну, еще ей растворяют филеры иногда. Ой, немножечко ошиблась. У вас пол ебала сгнила. Да, там суды и это, но ее так и не посадили. Жаль. Очень жаль. Так вы поняли, если вам человек без должного образования испортит лицо... И таким образом тоже. Он не понесет за это никакой ответственности. А вы будете со страшным ебалом всю жизнь. За это отдельное спасибо. Очень жду привоза. Слава богу, без фотографий на этот раз. Господи боже. Перед тем, как я вас еще сильнее напугаю, дайте что-нибудь позитивное. Я скажу даже больше. У нас в этой лаборатории порой про препараты спрашивают для лечения живки, на что мы отправляем к врачам. Так как мы не имеем права что-то назначать, ведь не работаем с препаратами. У меня то же самое было, я работала в аптеке, я продавала лекарства, как бы, я не имею права их назначать. Делаем, попьем воды, можете лайк поставить на это видео. А я вам могу показать котиков еще, вот котика могу показать вам. Давайте я вам еще покажу. Вот я делала, это не Ice King, это у меня уже Fire King получился. Это я тюториал на бусте делала. Вот у меня тут цыпленок еще живет, смотрите. Надеюсь, я вас достаточно подготовила, потому что нас сейчас ждет по-настоящему серьезная вещь. Я вам сейчас зачитаю комментарии. Как вы думаете, о чем речь? Спасибо Деду Морозу и Снегурочке, замечательные украшения. Все супер, игрушки огонь. Огромные просто, отличные украшения. Новый год с ними пройдет интересно. Отличный комплект для гербария. Как вы думаете, что тут может быть? Тут какая-то очень яркая новогодняя мишура. Большие красивые елочные игрушки. Или там, может, праздничный венок на дверь. Поделкой с шишем? Нет. Дары верх не камья. Мухомор сушеный красный. Я сначала решила, что, наверное, на мне как-то сказывается моя бессахарная диета и отказ от кофе. Но я потом посмотрела на фото покупателей. Если кто еще не понял, они это развешивают на кишечник, на желудок, на прямую кишку. Короче, прямо говоря, они это едят. И почему-то продавец и покупатели это пытаются очень тщательно скрыть. Охеренно, бля. Бля, что он продает шляпки грибов из экологически чистых лесов. Он их там сам тщательно отбирал, профессионально сушил. Просто маму мне, например, и бабушка в шляпке. Когда говорили, что мухоморы, их есть нельзя. Они очень опасные, ты их съешь и сразу умрешь. Но я немножко так почитала. Оказалось, что не все сорта мухоморов смертельно опасны. Но они очень токсичные. А если токсичный, то значит вредный. Значит вызывает отравление. А еще психоактивный. А значит непредсказуемый для человеческой психики. И короче, в последнее время это прям стала такая новая мода. Микродозинг, мухоморный дозинг, ноу-брейн-дозинг. При этом все мухоморный... Эти грибочки или как там паразит из этого? Или это грибок? Из Ласт оф Ас? Да... Я говорю из Ласт оф Ас, потому что я банально забыл название этого гриба. Или чего он там? Чем он там является? Блин, я забыла тоже. И вообще, хочешь стать Итаном? Хочешь встретить свою Димитреску? А, я думал, хочешь стать Итто? Они стать? Как стать Они? Они-страпони. Ну, это да. Это возможно на Вайлдберрис, я думаю. Муры как бы все еще легальные. Меня очень удивило. Но никакие положительные эффекты от ядовитых грибов не доказаны учеными. Их поедание очень сильно там критикуются микологами, врачами, еще... Вот это все. И все, кто это практикуют, по сути, безосновательно рискуют. Да, кардицепс. Именно. Своей жизнью и здоровьем. Просто прикол в том, что наши обычные грибы не всем рекомендуется, особенно больших количествах, принимать в пищу. А тут как бы... Ядовитые. Грех этим не воспользоваться, да? Вайлдберрис, да? Гриб применяется для поднятия общего тонуса иммунитета, борьбы с паразитами в организме. Ох уж этот тон. Борьба с паразитами. Паразит это тот, кто принимает эти грибы, да? По-моему, паразит это тот, кто их продает. Как мне поможет побороться с тобой, продавец паразитам, то, что я съем твои ядовитые грибы? Ответ. Никак. Не делайте так. Нас иммунитет, да, вот постоянно какой-то там это запрещеночки требует. Чего-то такого странного и спорного. Типа там зарядки по утрам, овощей и фруктов, воды, нормального режима сна. Теперь вот мухоморов ему подавали. Эффективно действует при избавлении от алкоголизма, других вредных привычек и заболеваний. Серьезно, что ли? То есть от потребления одного яда уйти к потреблению другого яда. Ай, креятельный план, надежный, как швейцарские часы. Не так посмотришь, так вот просто над кроватью повесишь и все. Прекрасно подходит для нормализации состояния при депрессиях и панических атаках. Препарат воспримет это как повод для бодрости, и вам сложно будет уснуть. Где-то сейчас плачет один врач-психиатр, но с другой стороны даже как-то страшно. Кто и что воспримет это как повод для бодрости? Грипп? Наше расстройство психики? Это, знаете, как приглашает новый разумный разум в наш организм, в нашу голову. Раз он как бы сам такие выводы умеет делать. Вам самим не страшно? Принимайте грипп только в терапевтических целях. Так, подождите, в смысле принимайте? Я думала это на елочку вешать. Повесишь, он и от алкоголизма избавит, и от депрессии. Что-то вообще непонятно, как это действует. Может в комментариях ответ есть? Здравствуйте, а эффект будет праздничный? Если залить водичкой горячей. Добрый вечер, это елочное украшение. Спасибо за обращение. Что это за ответ такой? Это значит нет? Еще бы узнать, поскольку в день надо развешивать на елку. А, ну вот все-таки развешивает. Ну так пока красиво не станет, там елка не засияет. Ну там продолжать надо развешивать, наверное. Каждый развешивает по своему решению. Ну вот. Ёбаный рот, это реально выглядит как какое-то шифрование с закладками, бля. Вот правда же говорят, ну чувство стиля, оно же у всех разное. Вон у меня сколько ей висит сзади. Мне вот нравится побольше. Здравствуйте, а если украшение потяжелее? Ну 50-100 грамм было бы норм. О, молодой человек, это вам не сюда, это вот вон в соседний браузер. Добрый вечер, в данном направлении ведутся разработки. Спасибо за понимание. Они что, выращивают новую цивилизацию грибов? Как принимать? Прием индивидуален. Более точную информацию можете найти в Википедии. Я думала, вы серьезные ученые, а вы направляете по первой ссылке в Википедию. Ну я прочитала Википедию за вас, вот краткий пересказ. Мухомор убивает мух, подкашивает ноги оленям, непригоден для человеческой пищи. А, да, кстати, их оленя, по-моему, едят, да, чтобы это... Чтобы подкашивать ноги. Да. Как правильно елку развешивать? Я как бы в Википедии статьи, к сожалению, не нашла. А сколько надо развесить, чтобы смотрелось очень красиво? Просто я не особо развешивал. Хочется совета от другого человека. Добрый день. Каждый развешивает, как ему удобно. Всего доброго. И вам... Продавец такой просто максимально сливается и ничего никому не советует. Не советует. Такой, я продаю это говно, а вы уж сами там решайте, как себя убить. Пиздец. В самом деле, с ним даже продавцы филеров более выглядят адекватными. Ну, да он типа, понимаешь, он так отвечает, чтобы его не притянули ни за что. Балеть. Не знаю, ну вот хотя бы что ли максимально допустимую дозу там огласили. Не развешивайте больше двух игрушек за сезон. А если за свои действия не хочется, отвечает. Ну, тогда просто может не допускать там людей к такому роду товаров. Ну, что? Сейчас разве можно мухомор продавать здесь? Добрый день. А где вы видите, что здесь данные грибы? Вопрос некорректный. Всего доброго. Какой-то грибной газлайтинг. Так есть карточка товара. Название мухомор. Мухомор. И водки есть. Вы думаете, я совсем глупая? Не настолько. Причем, знаете, они еще каждой покупке какие-то там подарки дают. А что это вместе с основным заказом было в маленьком прозрачном пакете? В маленьком пакете бонус. Класс. Сука, ебаный. Грибной Уолтер Уайт. Охренеть просто. Может, у него там и синие грибы есть? Грибов много. И в подарок пакет размельченных грибов. Тут даже есть фото. О, боже. Кучу какие-то сомнительные. Было похоже на приправу это, Майги. Было похоже на приправу Уайтс. Пробники пошли. Большинство людей все-таки понимают, что это немножко сомнительный товар. Поэтому большинство предпочитает мухомор в капсулах. Мухомор в капсулах микродозинг. Как мухомора? Серьезно. Да? Грибы сушеные. Декларация грибная. Декларация, если что, как бы настоящая, QR-код гуглится. Вот только назвать мухомор сертифицированным продуктом, прошедшим там лабораторные исследования, нельзя. Потому что это не так. Короче, чтобы вы понимали, что такое декларация. Вот это мои мухоморы. Они качественные и их можно есть. Отвечаю. Типа, знаете, это вот, пацанское слово. И как это еще там называется? Вот с личной печатью и подписью. Короче, очень обнадеживает. Да? Ну, они хоть более цивилизованно выглядят. Ну, на том спасибо. Но, по сути, как бы ничего не меняется. Он тоже помогает и от грибков. Ммм, иронично. И от вирусов. И от депрессии. Осталось только написать то, что он помогает от рака, и будет совсем правдоподобно. Когда мне что-то очень сильно непонятно, я иду в комментарии за ответами. Улетел в астрал. Возвращайтесь, пожалуйста. Брали мужа. Первый день мухоморами не покрылся. Ага, самое главное. Благодарим за покупку. А что было на второй день? Уважаемая жена этого мужа. Что было во второй день? Мне очень нужно знать. А второй день я достала наследницы проперженного дивана. Ага. Судя по всему. Мне нравится, ты просто понимаешь, допустим, у тебя день рождения, а тебе подгон кто-то делает. Такой. Капсул с мухоморами. Я такой думаю. Это же ебанутый. Смотрим Алю. Девушку сибирского. Они такие. Как бы на это реагировал сибирский в чате? Сибирский. Вы не поверите, у них даже совместные видосы есть. Офигеть. Было во второй день. Мне очень нужно знать. Я волнуюсь. Я уже и не вспомню, где услышал о мухоморах в первый раз. Просто прочитал в интернете. Начало уже похоже на какую-то исповедь. У меня была такая же история с беременна в 16. После решил изучить тему подробнее. Начал собирать информацию. Меня привлекло описание ощущений и результатов. Я начал принимать небольшой дозировки раз или два в день. Курсами. В дни, когда принимал мухомор утром, он действовал как энергетик. Давал бодрость на день. Если пить на ночь, то значительно глубже чувствуется сон. Так, подождите. Я думала... Слушай, какая адаптивная херня? Удобненько, удобненько. Это шо, швистомелотонина можно принимать? Да, видимо. Если ты засыпаешь, то это как сигнал грибам, что пора бодрствовать. С комментариями как-то все еще непонятно. В общем, как я уже и говорила, грибы это как отдельная форма жизни. Они там и под время суток ваши подстроятся. И эффект нужный вам вызовут обязательно. А вот как быть, если там ночью спать не хочется, а там пойти, не знаю, потанцевать, что-то... Не сказано. Исследований на эту тему нет. С мухомором я лучше... Если мухомор решил, что ты будешь спать, то ты будешь спать. Высыпаюсь. Часто встаю за 30 минут до будильника сам. Чтобы выспаться, мне хватает 7-8 часов. И это все? То есть мухомор помог наладить режим сна? Я, конечно, не обесцениваю. Это очень круто. Я просто думала, что продукт с таким спорным составом, ну, должен, наверное, от меня необходимое вставать по будильнику. Ну, а значит, типа, в чем смысл? Вещь супер. Появилась легкость вставать по будильнику. С составом? Ну, должен, наверное, от меня необходимое вставать по будильнику. Ну, а значит, типа, в чем смысл? Вещь супер. Появилась легкость. Чистый разум. Просто находка. С таким микродозингом. Никаких антидепрессантов не нужно. Хорошо, спасибо. Обязательно передам своему психиатру. Давайте отвлечёмся и перейдём на что-нибудь немножечко полегче. На кражу со взломом, например. На Вайдберрис есть такая отмычка-жетон для тележек из супермаркета. 400 рублей! Мне просто интересно, то есть бывают в этом мире люди, которые готовы потратить 400 рублей вместо того, чтобы просто носить с собой 5-рублёвую монету? Это уже просто новый уровень профессиональных офиц. То есть это, получается, ты кладёшь монету, и отцепляется тележка, ты её пользуешься. Это для того, чтобы тележки не бросали, где попало. Потом подвозишь и убираешь эту монету. Да, ты можешь её забрать. А если ты заберёшь её где-нибудь посередине, ну, бросишь тележку и заберёшь монету? Или ты не сможешь забрать монету? Я не знаю. Аферистов 5-рублёвые монеты носят вот простые обыватели, а настоящие профессиональные аферисты покупают жетон-отмычку за 400 рублей и имеют вечный доступ ко всем тележкам во всех супермаркетах. Плохо, не со всеми. Понимаешь, настолько, настолько человек ленивая скотина, которая не может поставить сраную тележку назад, или настолько жадный, что ему жалко 5 рублей. Зажимает 5 рублей человеку, который за ней пойдёт. Я просто не знаю, как это работает. А, монету не вытащить, если не состыковать другую тележку. У нас просто нет таких больших магазинов. Да, у нас в принципе, это, бесценные тележки. Бесплатные. И тележками работает. В Леруа открыть можно, а в Ленте фиг. И правда, Лента единственная сеть магазинов с новыми тележками, где надо приложить усилия, чтобы открыть их данным ключом. А это тизер на новые запуски типа. Ждём открывать этот тележек второго поколения. Предполагаю, что где-то на 15-м поколении уже появится возможность изламывать все двери. Вещь! В ОК открывает тележки легко. Ключик маленький, легко умещается даже в небольшой женской руке, не вызывая никаких подозрений даже у излишне бдительных охранников. Вы представляете, сидит потом какой-то охранник у себя дома и пишет у себя в тетрадочке. Дорогой дневник. Мне не подобрать слов, чтобы описать полный нижний, который я испытал всего. Моя жизнь поломана всегда. Брелок супер! Спасибо производителю. Открыван в тележке всех магазинов. Звёточка, 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 звёточка. Сколько восторга в этом комментарии! Покупки очень рада. Рекомендую. Производитель верно пишет. Надо приноровиться. Жду с нетерпением нового. Глаз задёргался. Хочу подарить друзьям и знакомым. Заказала бы 10-15 штук. Спасибо! Понимаешь, 10-15 штук. Она сама 400 рублей стоит! Угу. Между ничего и 400 рублей как бы есть разница. Много восклицательных знаков. Столько восторга. Причём это сраная железка. По факту. Ничего из себя она сверхъестественного не представляет. Это маленькая железочка. Не из самого лучшего металла. 100%. Цена её завышена в 2 раза как минимум. Да. А то и в 3. Одной простой отмычки. Она ещё и вопрос решила с подарками 15-ти людям. Успех! Следующий лот у меня поначалу не особо вызывал подозрений. Мне даже показалось логичным, что вот сим-карту теперь можно купить на маркетплейсе. Да и в принципе так посмотришь и выглядит очень правдоподобно. Вот она йота. Вот безымитный интернет. Голубенькая, бесконечный знак. 300 минут. Хорошее предложение. Даже слишком, честно говоря. И даже восторженные отзывы есть. Вот заказал и пошёл так топ-топ на пункт выдачи и всё. У тебя сим-карта и ничего там заполнять не надо. Паспортные данные показывать не надо. А потом оказалось то, что этот сервис улучшили мошенники. Вот те самые, которые раньше раздавали симки прохожим. Вот те самые. Продавец скинул с тарифом. Делал всё по инструкции. Положил 400 рублей, но активация не произошла. Служба поддержки йота не помогла. Номер определяется не плюс 7, а 2 звёздочка, звёздочка, звёздочка. Продавец на вопросы не отвечает. Короче, Вайл Беррис из-за таких децлов будет терять клиентов. Чё это такое? 2 и 3 звёздочки. Может номер просто в другой галактике зарегистрирован. И оттуда сервис поддержки не работает. Ну, возможно, что и обман. Не берите. Продавец Шельма. Как активировать? Напишите в WhatsApp 8 900 377... Мне казалось, что единственный серьёзный вопрос, который можно решать через WhatsApp, это либо какой сегодня спас, или на сколько доброе утро. Симка работает отлично. В WhatsApp скинул фотки паспорта. Закинул 240 рублей Не, так-то по его фоткам паспорта Ничего никто особо-то не сделает Хотя мошенники могут что-то сделать По мелочи, один хрен По мелочи это будет это И все работает просто на ура Рекомендую Рекомендовать кому-то скидывать свои паспортные данные В интернете, точно очень хороший совет Пожалуй, его можно даже записать Если вам нравится это видео То скиньте в комментариях серию и номер паспорта Нужные подписочки, если что, я это сама активирую Поняли? Это шутки, ничего не кидайте И у каждого в описании к этим симкам Просто миллиард условий Инструкции по активации Сборки двигателя полета в космос Важно! Во избежание риска мошенничества Не размещайте в отзывах и вопросах Фотографии сим-карт, номера телефонов Серийные номера сим-карт Номер службы поддержки Чего? Название тарифа А как я его посоветую друзьям? Регион сим-карты Ну это вообще как-то странно Всю эту информацию вы можете получить в службе поддержки А как писать в службу поддержки, если этого номера даже нигде нет? На ВБ эту информацию обнародовать не надо! Сим-карта работает только в телефоне Если хотите использовать сим-карту в модеме роутере Внимание! Три номера, на которые чаще звоните Последние три платежа Даты и суммы Тариф и платные услуги О CVV моей банковской карты знать не хотите? А то она у меня просто есть Если по вашему мнению что-то не соответствует описанию Не паникуйте! И не пишите из-за этого плохие отзывы Не разобравшись в этом Ну такая интонация и такое построение предложения Сразу очень успокаивают Спасибо за заботу о клиентах Тарифы не публичные На них могут быть подключены разные не публичные опции Которые не видно в личном кабинете Или отображаются они специфически Вообще ни капли подозрений Все хорошо это ни разу не наедалово Непубличные опции А можно мне, пожалуйста, только публичные опции? А то я просто очень люблю блеск софитов Короче, условий для владения такой симкой столько Будто ты вступаешь в какое-то тайное общество Нет уж, спасибо Я, походу, пока не избранная А в комментариях, кстати, я нашла злостного нарушителя Он таки посмел оставить нелестный отзыв Почему в личном кабинете, когда активировал симку Написано всего 15 гигабайт интернета? Жаль, что в личный кабинет вы зайти додумались А разглядеть в нем опцию безлимитный интернет Не додумались И из-за этого поставили две звезды Сначала изучайте информацию, потом оценивайте Не бегите вперед паровоза Самый опасный и страшный враг любого продавца на Валберес Это плохие отзывы И мало звездочек Сразу отправляют в гилд трип какой-то И гадлайт Вот ты ведьму водой обольи, она сразу расталь А ты продавца Валберес закидлайт Вот ты ведьму водой обольи, она сразу расталь А ты продавца... Оболи Но она исправила облей Валберес закидай вот этими негативными отзывами Они их тоже уничтожат Мошенники, они просто избавляются от сим-карты Не рекомендую Уважаемый конкурент Храни вас бог Невозможно активировать карту Номер для активации в ватсапе постоянно отписывается Мы не можем в данный момент Отправил запрос на имейл, тоже тишина Мошенники, не советую покупать Здравствуйте Сим-карта уже активирована В чем мошенничество? У вас что, сим-карта не работает? Здравствуйте, да Сим-карта не работает, не активируется Вот ни миллионы минут, ни тарабайтов интернета Нет Техподдержка меня тоже игнорирует Можете, пожалуйста, как-то помочь принять меры? Извините, что купила вас в магазине Я сам виноват Деньги можете не возвращать Я еще заработаю Думаю, нормал... Ха-ха-ха-ха Сим-карта Думаю, нормальная инвестиция Думаю, нормальный питомец Думаю, вот это нормальный парень Думаю, вот... Ха-ха-ха-ха! Вот это нормальный факультет, этапайт, не ведитесь! Ничего не пользовалось? Слезы меня туда определили, ничего не знаю, вот такое франдом! Кто мы такие, чтобы сопротивлятьсям Мы же не Гарри Потный Но советую! Не объективно, зато не токсично Самый настоящий экстремальный вид серфинга в интернете Просто ходишь и соглашаешься на все, шо defence выглядит как афера Вот английский за 20 минут без практики, подработка в отеле в Турции за миллион рублей в день. Короче, дорогие мои, если видите такой товар на Валберс, отправляем их всех в бан и идем дальше. Вы мне лучше расскажите, что вы в этой жизни боитесь больше всего. Я, например, очень сильно боюсь больших предметов под водой, интернета и того факта, что кто-то меня может снимать на скрытую камеру. Ну и продавцы на Валберс тоже осуществили мою давнюю мечту из ужасов. И начали предлагать нашему вниманию подглядки и подслужки на любой изощренный вкус. Камера наблюдения скрытая. А вот это вообще запрещено законом Российской Федерации. Такое ощущение, что, возможно, это там силовики сидят. Хотя нет, там же если видно, что это камера и что там камеру видно, типа она не скрытая. Ну типа там, видишь, глазочек есть, возможно, это типа считается, что она не скрытая. Но написано скрытая. Угу. Камера, блок питания для смартфонов. Камера. Ооо. Вот это они хитрые морды. Скрытая в камеру в блоке зарядки. Я бы даже не догадалась, честно говоря. Предложение, в общем, такое очень разнообразное. Можно установить ее и у себя в комнате, чтобы следить за ночной жизнью игрушек. И в офисе можно, чтобы знать, кто все-таки тырит ваше печенье из вашего стола. Ну вот еще в отеле предлагают нам поставить, видимо, чтобы мониторить вид на море, даже когда ты там сидишь в ресторане. В раздевалке? Да. Прошу прощения. Как блок для питания? И как сильно видно камеру? Качество отличное. Люди покупают и довольны. Это, конечно, не совсем ответ на вопрос, но мы вас поняли. Я просто, наверное, в отзывах переписи извращенцев. Потому что для чего еще люди будут такие камеры покупать? Ну, у меня нет ответа. Ну, типа, у меня только разумное, чтобы посмотреть, если что-то из дома пропадает, кто пиздит, если есть родственник какой-то странный. Либо там за няней посмотреть, неплохо ли она обращается с ребенком. И что? Я думаю, те, кто нанимают няню, могут просто видеонаблюдение дома поставить. Тут можно сколько угодно говорить, то, что камера, а не для того, чтобы там, знаете, за нянями следить, за детьми маленькими, за стариками. Как бы не очень-то в это верится. Вряд ли она будет просто так сутками торчать в люкс-номерах отелей и раздевалках. А вот вам еще одна беспроводная скрытая камера. Лампочка на этот раз. Снимает на 360 градусов. Jesus Christ. Качество хорошее. Единственное, она прям крупная. Я думал, будет поменьше. Но это в целом мелочи. Вот вам и фото мелочи. Ха-ха-ха-ха. Нормальная такая. Ну, на самом деле, скорее всего, она и не предназначена быть скрытой. Вероятнее, эта камера просто банальная, заместо лампочки, чтобы поставить... Потому что ты слишком хорошо думаешь о людях. Да? Ты, походу, все еще веришь в человечество. Нет, просто она выглядит, как большая камера. И ты посмотришь на это, ты поймешь, что это не лампочка. Любой дебил поймет, что это не лампочка. Просто я в том смысле, что изначально, возможно, производителями, которые их произвели, она задумывалась просто как камера домашнего наблюдения. Которую ты воткнул. У нее есть питание всегда. То есть ее не надо никуда не вешать. Стены пилить, ничего не надо. Типа по-своему удобно. И стены надо камеру поставить. И у тебя есть. Типа поставил, по Wi-Fi подключил и все. Потому что она, ну, не особо выглядит скрытой именно. Я в этом плане. Так-то понятно, что люди гондона и будут использовать это не так, как задумывалось. Подглядка такая. Уровень стелса этой камеры просто вот... Боже, как циклопа похожий. Вот ты так смотришь, и будто подзорная труба прямо вот на тебя вот так вот. Имейте в виду, что для ее работы свет должен быть включен всегда. Выключишь свет и перестанет работать камера. Ну, что-то как-то не особо удобно. Ну, логично. Питание в нее перестанет идти. И она не будет работать. Все, что я говорил, получается, по факту, в принципе, я переобуваюсь уже в воздухе. Дерьмо неудобное, как бы это ни планировали. Потому что если это будет просто камера домашнего наблюдения, ну, типа, она будет не всегда включена. Ты же не будешь свет всегда включен и дома держать? Типа, да, крепить ее не надо, но все равно, по-моему, такое себе. Проще нормальную поставить. Не особо экономично. Не, ребят, не берем. Проверил, все хорошо. Удолите. Я не записывал никого на скрытую камеру, так что удоли и ты. Пришел в срок без видимых повреждений. Не проверяли. Удалите, пожалуйста, из списка заказов. Спасибо. Хорошее качество. Работает, пишет. Воспроизводит запись отлично. Удалите, пожалуйста, из покупок. Боятся сесть? Это, во-первых. Во-вторых, боятся, что супруг посмотрит. Еще супругов проверяют на верность, а еще скрытно снимают и выкладывают в интернете. Не, ну, вот это, вот это, что ты сказала, да. Посадить за нее, скорее всего, не посадят, потому что у нее отчетливо видно, что это камера. Даже там в законе, насколько я помню, если ничего не менялось, если видно, что есть глазок, камера, он не скрыт, никак не замаскирован, то типа это не считается скрытой камерой вроде. Все, я ничего не путаю. Поправите меня в комментах, все, я путаюсь. Все, на самом деле, вот. Знаешь, что обычно пишут? Удалите, пожалуйста, из покупок. Про что? Про нижнее белье, про секс-игрушки. А зачем-то камеру тогда удалять из покупок? Да. Удалите, пожалуйста, из покупок. Мало того, что за вас никто не будет удалять ваши покупочки, так вы еще и в комментариях на Вайлдберес засветились. Ну, надеюсь, хоть и мера не настоящие в аккаунте указали. Думаю, на этом мы и закончим наше сегодня расследование. Чтобы вы понимали, это даже не половина того, что я нашла на Вайлдберес. И можно еще снять очень много видео на эту тему. Если вам понравилось это видео, давайте соберем еще 60 тысяч лайков. И мы забаним все самые сомнительные товары на этой платформе. Я надеюсь. А пока я не с вами, пожалуйста, пообещайте, что вы будьте очень осторожны. В интернете на сомнительные сайты не заходите. Сомнительные товары не заказывайте без меня. Ну, а чтобы себя чуточку обезопасить, можете подписаться на мой канал, например. Спасибо вам большое за просмотр. Всем тьмок. Капец, конечно. Спасибо за просмотр. До скорой. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok